Табакокурение – это вдыхание дыма от тлеющих, высушенных или обработанных листьев табака, наиболее в виде курения сигарет. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, около третьей населения земного шара страдает от курения. Курение является на данный момент социально значенной проблемой, так как дым содержит ядовитые вещества как для того человека, который его употребляет, так и в виде пассивного курения для окружающих, которые активно не употребляют курение. Табачный дым содержит множество разных веществ, одна и более активная из них – это алкалоид никотин, который является стимулятором и вызывает слабую эйфорию. Также там содержатся ядовитые летучие вещества в виде эфирных смол и углекислого газа. Курение вызывает привыкание. Зачастую курение вызывает множество осложнений во всех системах и органах организма. Наиболее часто расстрадают легкие в виде хронической обструктивной болезни легких, хронического обструктивного бронхита и рака легких. Также курение воздействует на сердечно-сосудистую систему, так как никотин является стимулятором, сосудосужившим препаратом. Он вызывает риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта. В среднем по статистике риск развития инфарктов и инсультов у курячих людей в 4 раза выше, чем у некурячих людей. Что касается бронхолегочной системы, риск развития хронической обструктивной болезни легких на 90% выше у больных, которые курят. Также к пагубным эффектам курения нужно отнести, что курение – это частая причина пожаров. Также внешний вид курильщика является отталкивающим. Это желтые зубы, неприятный запах изо рта. Со временем курением появляется запах никотина и от волос, и одежды. И следует следовать правилу, давно сказанному, что самый легкий способ бросить курить – это не начинать. Продолжение следует...